Здравствуйте! Меня зовут Тыканаева Оксана Павловна. Я учитель математики Сахаполитехнического лицея. Тема нашего сегодняшнего занятия – «Вписанная окружность в заданиях ЭГЭ». Первая задача – радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен 6. Найдите высоту этого треугольника. Так как треугольник у нас правильный, все стороны у нас равны. Вы должны знать формулу радиуса вписанной окружности. Два тангенс 180 градусов разделить на 3. Тангенс 60 градусов. И это у нас по условию равняется 6. Сторона треугольника выражается из этой формулы. Получаем 12. Тангенс 60 у нас корень квадратный из 3. 12 под корнем 3. Опускаем высоту треугольника. Здесь у нас половина стороны 6 под корнем 3. И по теореме Пифагора можно выразить нашу высоту. 12 под корнем 3 в квадрат. Отнимаем 6 под корнем 3 квадрат. Получаем 144 помножить на 3 минус 36 умножить на 3. 108 умножить на 3. 324. Извлекаем из-под корня. Получается, что высота равна 18. Это один из способов. Следующий способ более проще. Высота равняется 3 радиусам. То есть 3 умножаем на 6. Также получаем ответ 18. Второе задание. Найдите радиус окружности, вписанный в квадрат, сторона которого равна 4. Сторона квадрата равна 4. Следовательно, радиус вписанной окружности равняется половине стороны квадрата. 4 разделить на 2. Получаем ответ 2. Третья задача. Окружность, вписанная в равнобедренный треугольник, делит в точке касания одну из боковых сторон на два отрезка, длины которых равны 5 и 3, считая от вершины, противолежащей основанию. Найдите периметр треугольника. Проведем касательную. Здесь у нас 5, здесь 3. Касательные отрезки в точках касания соответственно равны. В результате получаем, что периметр нашего треугольника 8 плюс 8 плюс 6 равен 22. Это свойство окружности, вписанной в треугольник. так как в точках касания отрезки у нас получаются одинаковые. Следующее задание. Боковые стороны трапеции, описанные около окружности, равны 3 и 5. Найдите среднюю линию. Боковые стороны у нас 3 и 5. Мы знаем свойства, если окружность вписана в четырехугольник, тогда суммы противолежащих сторон попарно равны. То есть сумма а плюс b равняется сумме 3 плюс 5. Средняя линия трапеции равна полусумме оснований. То есть 8 разделить на 2, получаем в ответе 4. Следующая задача. Около окружности описана трапеция, периметр которой равен 40. Найдите ее среднюю линию. Так, используем то же свойство. Суммы противолежащих сторон попарно равны. А сумма оснований равняется половине периметра. То есть 40 разделить на 2 будет 20. Средняя линия трапеции, как и в предыдущей задаче, равна половине суммы оснований. 20 разделить на 2, получаем в ответе 10. Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 22. Ее большая боковая сторона равна 7. Найдите радиус окружности, вписанный в трапеции. Используя то же свойство, сумма противолежащих сторон равны, получаем, что половина от периметра у нас будет 11. Половина от периметра. Здесь у нас 7. Тогда, соответственно, здесь будет 4. К 4 прибавить 7 будет 11. Радиус окружности равен половине от высоты. В нашем случае высота равняется меньшей боковой стороне. 4 разделить на 2. В ответе будет 2. Следующая задача. В четырехугольник АВЦД вписана окружность. Сторона АВ у нас равна 10. Сторона ЦД равна 16. Найдите периметр данного четырехугольника. Используя предыдущие свойства, суммы противолежащих сторон попарно равны. Получаем 10 прибавить 16. 26. Периметр нашего четырехугольника будет А плюс В плюс 10 плюс 16. То есть будет 52. Четырехугольник АВЦД вписана окружность. АВ равно 10. АВ равно 10. Следующая задача. АВ равно 10. СД равно 16. Только что я решила. Да, только что. Следующая задача. Найдите четвертую сторону четырехугольника. Сторона АВ плюс 11 равно 10 плюс 15. Отсюда выражаем сторону АВ. 10 прибавим 15. Это 25. 25 отнимаем 11. В ответе будет 14. В угол С равный 68 градусов вписана окружность центром О, которая касается сторон угла в точках А и В. Найдите угол АОВ. По условию задачи угол С равен 68 градусов. Отрезки касательных по 90 градусов по отношению к радиусу. Тогда из нашего четырехугольника угол АОВ равен от 180 градусов. Полная сумма у нас 360. От 360 дважды отнимем 90. От 180 отнять 68. Получаем 112 градусов.